Всем привет, с вами Стопс Маркет. Сегодня необычный сюжет. Суть в следующем. Позвонила заказчица Надежда Михайловна, попросила рассчитать стоимость камина и весь необходимый материал для монтажа, дымоход, термозащиту. По телефону информация была предоставлена практически вся, но остальное мы уже решили нарисовать, показать и отправить ролик Надежды Михайловны. Заодно и люди посмотрят, у кого-то такая же комплектация, у кого-то такая же смета. Начнем. Печь, на которой остановилась Надежда Михайловна, это печь-камин компании Термофор Статико Тетра. Немного о ней скажу, потому что роликов уже по этой печи снято в Ютубе достаточно много. Это печь-камин, рассчитанная на обогрев помещения до 150 кубических метров. Камин 10-киловаттный. Особенность камина то, что он небольшой по габаритным размерам, мало занимает места при топочной зоне. Вытянут по вертикали, дрова располагаются опять же вертикально. Максимальная длина дров до 500 мм. Двойной кожух-конвектор. За счет этого у нас, скажем, более мягкое тепло идет от печи. Нет лучистого тепла. Достаточно хорошее экранирование. Две чугунные дверки. Верхняя чугунная дверка у нас загрузочная. Вытянутая опять по вертикали. И нам удобно закладывать дрова. Сама топка. Топливник сделан из конструкционной стали толщиной 3 мм. Дверки закрываются герметично за счет того, что проложен шнур. Здесь у нас защита, чтобы топливо не высыпалось, когда мы открыли дверку. Ящик зоника. Регулировка происходит рукояткой. При помощи этой рукоятки мы регулируем интенсивность горения. Верхняя часть чугунная плита со съемными кольцами. Разное количество колец. Позволяет нам устанавливать разные приборы. Кстати, тут у нас дефлектор. Отбойник плита. Которая обеспечивает вот эту особенность, чтобы дымовые газы не напрямую летели, а делали гиб. Выход дымохода сзади. Диаметр дымохода 120 мм. В комплекте идет руководство по эксплуатации. Открываем руководство по эксплуатации. И у нас есть небольшая такая памятка, где написано, что с 12 октября 2016 года шибер в комплект поставки печи не входит. Так, в этой печи тоже шибера не было. Но мы достали своих старых запасов. Замечательный хороший шибер компании Термофор. Жаль, что сейчас он в комплект не идет. Но вот именно для Надежды Михайловны мы его нашли. И по стоимости шибера включили в комплектацию. Чем он хорош? То, что у него есть фиксация положений. В каком положении можно вот эту заслонку повернуть. Шибер. Даже в закрытом положении имеет зазор. Если у нас остались какие-то угольки, чтобы человек не угорел. Остается зазор для удаления дымовых газов. Так. Смета уже рассчитана. Но просто для людей хочу нарисовать, как это все будет. Дом у нас двухэтажный. Так. 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 Смете прописано. Термозащита основания. Термозащита стены. Устанавливаем котел. Камин. Сзади выходит шибер. Переходим на сэндвич. Сэндвич с трубой, так как у нас скат кровли, выпирает достаточно далеко. Мы выходим через стену метровой трубой. В стене устанавливается металлический проходной узел. Наполняется негорючей ватой. Наполняется негорючим суперсилом. Огнестойкие плиты также прокладываются базальтовым картоном. На улице переводим дымоход на вертикаль. Ставим тройник. У тройника внизу ревизия. Прежде чем ставить ревизия, мы делаем площадку монтажную, которую устанавливаем на консоли. К стене. А внизу уже закрываем заглушкой. Первый этаж у нас по высоте 2,3. Второй этаж 2,3. Перекрытие. Это мы уже интуитивно понимаем. 0,2 максимум. Второе перекрытие 0,2. Чердак 2,0. Вот что у нас получилось на начальном этапе. Общая высота от пола до конька крыши 5-7 метров. 7 метров. Размеры дома 6 на 8. И когда мы ведем дымоход, он у нас удален от конька кровли более чем на 3 метра. Поэтому он у нас может быть под углом 10 градусов ниже, чем конек крыши. Завершается дымоход оголовком. Элементы дымохода утепленной трубы сэндвича соединяются с соединительными хомутами. Если мы вертикальную нагрузку держим, крепим, фиксируем при помощи консоли и площадки монтажной, то чтобы дымоход не ходил вправо-влево, мы ставим стеновые кронштейны. Сейчас количество сэндвича здесь на рисунке не соответствует. Тут главное показать суть. Получается, что на каждой стеновой кронштейн, ой, вернее, на каждой сэндвич-трубу, которую можно поймать и прикрепить к стене, у нас ставится один стеновой кронштейн. И так вот получилась следующая смета. Статика Тетра. 20 тысяч без рубля. Цена заводская, как на сайте термофор.ру. Шибер, переход на сэндвич. 7 метровых сэндвич и 2 полметрового сэндвич-тройник. Заглушка, опора, оголовок, хомуты и консоли. И вся вот эта термозащита у нас вышла в стоимость 57 тысяч 700 рублей. Монтаж вот этой всей конструкции составит 18 тысяч рублей. Дополнительные расходные материалы на подиум не более тысячи рублей. Так как объект находится рядом с нашим магазином, доставка будет бесплатна. Установка камина за один световой день. Надеюсь, кому-то эта информация будет полезна. Всего доброго, до свидания.